Девушки отдыхают 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 Ну, это его счастье, что не вышел он в лес. Там и правда, черт из что вообще в лесу творится. Лучше, наверное, и не ходить. Ну, примерно где-то чутье какое-то... Какой-то околопрофессионализм тут Андершока подспас. Ну, ван, мид или... Или, или, или сложное? Нет, сложное все-таки для Клока, да. ВР-ка у нас справляется в мид. Пробустил ее на танго, купил и сменул талисман. Виндрэнджер готовится выйти в серьезный фарм, серьезного, пресерьезного мидкерри. Бон Севен на сложной мизери вместе с ним. Тролль Варлорд не вывозит это. Не имеют представления, как я понимаю, игроки команды Вега, как там лайнеры расставлены. Лучше бы, конечно, отправиться Паше на Клокерке у нас вниз. Ему умирать, в общем-то, ну, понятное дело, не привыкать. Все-таки это харда. Ну, а здесь легкая, конечно, будет очень серьезная. Тренд протектор, правда, есть на подсейф, на всякий случай, для тролль Варлорда. Вообще, раскаст, конечно, дичайший. Пока не пингуют, пока не меняются местами. В мидлейне со стороны команды Клауд Найн у нас стоит Шадоу Финт. И против него Винд Рейнджер. ВРка в миде, такого 200 тысяч лет я уже не видел. А кто фармит, Бон Севен или Мизери? Или Мизери у нас просто людей развлекает. 0-3, ну да, Мизери у нас просто дынает. У Бон Севена 3 на 0, у Мизери 0 на 3. Что не добивает у нас Лина, то дынает у нас Мизери. Цепляет здесь Пашу. Паша через Коги старается уйти, но у Винга просто настреляет. У нас здесь Клок вверху. Клок должен, в принципе, свободно отсюда уходить. ВРка против ССФа. Тут, конечно, если Койлами попадать не будет Фата, то тогда у ВРки комфортная ситуация. Если же через Койлы все будет у Фаты в порядке, если 1-2 раз каста, там ВРка не вывозит. Рановато, конечно. Ну, и теперь сыпется по ХП еще и Тренд Протектор. Семечку на первом левеле. Тренд прокачал, никакого Ливен Кармора. Это означает, что можно просто выходить через Найтмер кого угодно разбирать. Брейнсап уже вкачан, и Найтмер тоже. Единственная проблема, это то, что монопул огромнейший у Бэйна. На ранних лвелах просто-напросто не хватает. Вот Сол и Ринг аж просится для Мизери. Сема Заслеер подкопал у нас Бэйна. Ну, успевает Мизери вовремя проюзать. Не проюзать, точнее, а забрать инвиз. Пошел дальше гнать Бэйна, потому что... Пошел гнать Леона, потому что Брейнсап уже готов. Брейнсап и Мизери в соло забирают у нас Леона. Просто на скилле вообще, на сумасшествии на каком-то. Попер до конца, знал прекрасно, что откадешится. Не откадешится, а монат регенится. Вот-вот. И хватило, хватило. Брейнсап был первого левела. Сколько здесь? Здесь 90. Ну, Леону достаточно было. Там где-то до 70 набил лицо Леону. А дальше Брейнсап сделал свое дело. Фёстблат за командой Клауд Найн. Первая игра, конечно, с треском была проварена Вегой. Они проиграли сегодня Хелл Рейзерсом. Может быть, на минус морали, а может... Да не может, а 100%. Клауда, конечно, левелом повыше. Команда очень серьезная. Просто перманентный топ-2 любого турнира. В эрке уже летит Боттл. Как там у Фаты? У Фаты до Боттла еще 100 голды. Так, у нас в сон бросили Ноуана. Койл один под ноги, Койл второй. Брейнсап и Ливинг Армор, наверное. Собственно, и спас у нас Ноуана. Но не должен забирать Мизери. Нет, Мизери у нас на лоу ХП, но все-таки живет. Фата. Еще один удар. Ноуан рассыпался бы. Ну и Фата рассыпался бы, если подставился под Тауэр. Мы прекрасно знаем, что Тауэр один раз не бьет. Если подставляешься, Тауэр минимум в два раза тебе выстрелит в табло. И тогда бы, конечно, Фата, бедняга, погиб бы 100%. В эрке. Есть ли мана? Не хватает маны? Не хватает. Но здесь еще на удачу. Фата давал дальний Койл. По Ноуану не попал. Но Койл бы не забирал. И вот тут уже по ХП нормально. По Регену где-то 250 имеется. И все. Фата вынужден отправляться на базу. Там уже, думаю, сейчас. Вот, кстати, да. Портал у нас для Фаты лежит. Я прокликал и прокликал Мизери по нему. Сема перетягивается вниз. Как там реализована Лина? Клокверк на лоу ХП. Биг Дэдди вроде бы и был пойман, а по факту Клокверка развалили. Ну, здесь уже недалеко был у нас Ноуан. Просто с лоу граунда прошил стрелой. Ноу Тейла. Ноу Тейл отправляется в таверну. 1-2 счет. Клауд Найн впереди. Клок умирает один раз. И кто там еще у нас умирал? А, у нас Леон еще один раз умирал. Ну и Венгас со стороны команды Клауд Найн погибает. Фата с Ботлом. Купили, бедняги. ТП. На Ботл денег хватило. Все, пришел фармить дальше. Тренд протектор сыпется. Бон Севен должен забирать у нас тролль Варлорда. Да закройся же ты. Да, Бон Севен. Под ноги у нас Андершок. Андершок ТП аут. Ливен Кармор сбивают. И Бон Севен разваливает с руки у нас. Тролль Варлорда и тренд протектор на лоу ХП. Но все-таки уходит отсюда. Что неприятнее всего для команды Вега. Это то, что потеряли они мейнкерри. А саппорт остался живым. Конечно, это хорошо, что саппорт живой. Живой саппорт лучше мертвого саппорта. Но тем не менее. Если бы можно было выбирать в кого. Как сделать размен. Так, Паша у нас обходит крипов. Коги должен закрывать у нас Этернал Энви. Под батарея саут. Этернал Энви сыпется. Пробивают Коги. Все. Ушла отсюда Дроу Рейнджер. Ну все и назад пошли по Паше. У Мизери не хватает маны ни на Найтмэр, ни на Брейнсап. Но из еще Брейнсап второго левела вообще маны у Мизери категорически не хватает. Биг Дэдди отправляется на нижний лайн. Тролль Варлорд. Только-только приходит сюда. У Андершока 16 на 6. 32 на 11. На топ лейне у Клауд Найн. Я говорю об Этернал Энви. Ровно в два раза у нас перефармливает Тролля. И СФ забирает в это время ВР-ку. Где это все произошло вообще? Где у нас ВР-ка отвалилась? В собственном лесу. Пошли гнать у нас еще и Пашу. Боже, как тяжело команде Вега. Невероятные проблемы. На шестой минуте 3000 по золоту. Клауд Найн по Экспириенсу тоже 3000. Ну, как будто команда из разных лиг. Так и есть на самом деле. Если выбирать какой-нибудь был бы ESL1 Pro и ESL1 Premium серия. То, конечно, Клауд Найн из высшей лиги. А Вега, как ни крути, еще зеленоватый для данных турниров. Для таких команд, как Клауд Найн. По составу Клауд Найн, наверное, одни из лучших сейчас в Европе. Да и вообще и в мире команда на хорошем счету. Всего по чуть-чуть получалось. Да и на TI они прекрасно себя показали. Там уровень, конечно, великолепный. И был всех коллективов. Но и Клауд Найн в грязь лицом не ударили. А Вега тогда еще и знать никто не знал. Как о коллективе. Связывает у нас Фату. No one. Ну и все. Все, что может, это просто... Подхарасить немножечко... Пауэр-шотом. Ну и Пашу забирают. 2-6. Тролль Варлорд цепится у нас. Биг Дэди пошел за ним. Лагуна Блейд спину. До свидания. Отправляется Тролль Варлорд в таверну. Сема Заслеер. Не попадает у нас под рассказ команды Клауд Найн. Потому что попал под рассказ Тролль Варлорд. Как же тяжело в Веге. По всем фронтам развал. 4 тысячи. 8 минут еще не закончилось даже. 4 тысячи золота. 4 с копейками Экспириенс. В пользу команды Клауд Найн. Вега-сквадрон разваливается. Хотя бы Эрка там ССФа в миде забрала. Посмотрим? Не посмотрим? Давайте посмотрим. Чего нам, собственно. No one. Пауэр-шот. Хватило Фати. С одного удара. Вот это крутой мув. Прям в хедшоты. Можно отправлять данный ролик. У Андершока 33 на 7. 52 на 14 у Дроу Рейнджер. Уже есть 3 рейсбенда с руки у Этернал Энви. Сейчас 110. Без проюзанной Прэшн Ауэр. Пашу должны забирать. Хотя и умирает здесь, кстати, дровка. Забирает в итоге у нас ВР-ку. Ну и все. Гасты. Давай стрелять. Ульта пошла от No One. No One живет. Но это, наверное, ненадолго. Мизери. Брейнсап через секунду. No One должен отъезжать. Да с руки даже Мизери наваливает. Нормально. Я тебя с руки сгною. Не стал даже тратить ману на брейнсап. Развалили мидера команды Вега. Но зато забрали, наконец-то, Этернал Энви. По золоту команда Вега. Если бы не этот фраг, конечно, могла бы и подняться. А так 450 потеряли. Падает Тауэр на топ-лейне. Приходит сюда Паша. Он недееспособен. Ничего другого сказать не могу. Четвертый левел у него. Шестой левел у Бэйна. Восьмой левел у Бон Севен. В крипов дает у нас Шейкл No One. Но Мизери пошел отдаваться. Это просто, чтобы застелить Тауэр. Какая нелепая ошибка. Пожадничал у нас Мизери. Подарил просто так фраги команде. Ай-яй-яй. Не добить, да? Ливенгармор здесь. Не добить. Еле-еле сбили Ливенгармор. У Тауэра смогли расковырять его. В это время Клауд Найн забирают Рошана. Айгис отходит для Фаты. Для мидлейна. За Сёмой погонят Дэдди. Уже имеет свап. И свапывает у нас Сёму. Как же просто. Клауд Найн все делает. Раскастов хватает вообще с легкостью. Тут сладкие игроки. Без вопросов. ВР-ка сыпется от раскастов. Леон вообще не жилец. При двух удачных станах. Там и одном Койле, например. Три удара от Дроу Рейнджер хватает. У Дровки с руки. Сто девяносто. Сто девяносто дэмэдж на десятой минуте. Как его вывозить непонятно. Но Уана ловит команда Клауд Найн. Лагуны Блейд нет. Но тут без Лагуны постараются забрать. Виндран от ВР-ки. И бежать. Шейкл по мизери. Ни с кем не связывает. Шейкл-то понятное дело, что попадает. Клауд Найн в это время идут на нижний лайн. Сыпется Т2. Десятая минута Т2. Тут никого из пушащих героев нет. Есть сильно дамажащие герои. А какой-то пуш страты, каких-то членов еще кого-то нет. И не было собственно. И не планировалось. Биг Дэдди высвапывает у нас Фату. Фата без ульта. Девятый левел. Фата без ульта. Почему? Ой-ой-ой-ой-ой. Фата разваливается. Забирают у него Аегис. Мизери уже здесь. Мизери без ульты. Забирают у нас ВР-ку. Фата продолжает жить. Встает против Аегиса. Ну и QWE здесь должен развалиться. Еще один фраг для команды Клауд Найн. Правда потеряли у нас Траксу. И потеряли Вингу. 2 в 2 размен. Ну 2 в 3 если считать Аегис. По золоту Вега немножко еще и поднялись. Но тут не отъехали. Андершок еще ничего собственно не реализовал. Гонят у нас Андершока. Поймали здесь. Бон Севен с Лагуна Блейдом. Нет. Нет. Не провязал Лагуна Блейд. Мизери просто через Брейнсап добивает у нас Андершока. Бедняги. Вега Сквадрон. По золоту 7 с половиной тысяч. Просто рубеж за рубежом. Открываешь на пятой минуте 2 с половиной. На десятой 5. На там 12 минуте 8 тысяч. По экспириенсу 6 тысяч. Связывает очень классно у нас No One. Фату и No Tail. Вовремя приходит здесь Сема The Slayer. Биг Дэдди тоже скорее всего отвалится. Семечка еще и похилила всех. Ну и хукшот от Паши в никуда. 2 в 0. Разменялись. Чуть-чуть по золоту отковыряли. Полторы ты. Да какие полторы. 2 тысячи по золоту. 2 200 по экспириенсу. Вот этот Клауд Найн умудрились подставиться. На Гаст. В Пашу в Гаст пошел от Eternal Envy. Просто лень была. Я так понимаю уже и Тидроу Рейнджер. Поскромничал немножко у нас Eternal Envy. А мог бы развалить. Тролль Варлорд выходит у нас в Eternal Envy. Гаст в лицо Клокверку и бежать. Ну развернись и дерись. После Гаста можно было убить у нас Клокверка. Но по факту немножко там притупил Eternal Envy. За что я поплатился. Ну по счету-то Вега догоняют своих оппонентов. 10-14 счет на данный момент. Золоту здесь зарабатывает 800. Так драка еще и продолжается. У нас Тролль Варлорд под Ливенгармором живет. Драка без фрагов окончилась. Бон Севен. 1900 на руках сейчас. Пауэр Трэдс имеется. Боттл есть. Нул Талисман. Брасер. Всего у Бон Севен достаточно. Я думаю что в Даггер даже пойдет Бон Севен. С таким набором артефактов. Мизери. В это время забирает ВР-ку. Вместе с Сефом. Дальше пошли гнать у нас Сему. И Сема не сделает эпаут отсюда. Сема не получится просто-напросто. Сема в инвизе. Да или нет? Да. Сема в инвизе. В инвизе от Трэнд Протектора. Деревья разваливают. Чтобы просто увидеть Леона. Леон поближе к деревьями. Бочком как-то углами. Все. Сваливает отсюда Сема. Под Ливенгармором выжил. По золоту. Клауд Найн. Потеряли 2000. По Экспириенсу тоже где-то 1000 и 2. Отскочил у нас Вега Складрон. Но графики все равно в сторону европейского коллектива движутся. Фата Смека. Отправился в лес. 550 у него по золоту. Мизери. Так. Мизери, Мизери, Мизери. Мизери покупает себе Брассер. Есть Аркан Бутсы. Больше пока ничего. Маджик Вонт развещу. Лина. Которая играет Бон Севен. 2 300 есть на руках. Посмотрим будет ли это Даггер для оффлейнера команды. Клауд Найн. 2 300 на руках. Что-то нужно покупать. В принципе ПТ есть. Брассери есть. Нул Талисман есть. Дэмэджа достаточно. ХП вполне достаточно. Надо какой-то вменяемый врыв. То ли это будет Еул под рассказ. То ли это будет Даггер. Ни то и ни другое. Это будет Форстаф для Бон Севена. Решили избавиться от такой проблемы как Клокверк. И себя и тиммейтов. Кого угодно. Можно здесь толкать. Главное из Когов выпихнуть. И опять же собрать всех вместе не получится. У команды Вега Сквадрон. Нету здесь того кто был в прошлой катке. У Клауд Найн для Фаты. Я говорю конечно же у Магнусе. Магнус брался как раз под Бон Севена на Клокверке. Но это все в лейте планировалось. До лейты команда Вега Сквадрон просто-напросто не продержалась. Вот. И выталкивать-то из Когов можно кого угодно. Это говорит о том что Паша становится со своими Когами бесполезен. Если только как-то территориально удачно их не поставит. Не разделит например команду на две равные или наоборот неравные части. Чтобы было удобней тиммейтам отбиваться. Сема пошел на траксу. Батриас аут провязал у нас Паша. Биг Дэди должен развалиться. Хотя нет. Биг Дэди кстати. Биг Дэди-то высвапывает у нас Тернал Энвин. Интернал Энви выживает. Пашу убивает. Венга под Ливен Армором. Под урной. Погнали дальше. Тренд протектора видят или нет. У кого-то есть Вижен? Нет. Ни у кого нет Вижена. Здесь в принципе обсерв. Ну все. Тренд протектора не увидели. Повезло. Тренд протектора. Тренд протектора. Кстати что там у Троллятора. Яша. Мордип Маск. Фейсбут. Сырингов Аквилла для Андершока. 8.81 на 10. Крепстат. И у Фаты 94 на 15. А у Этернал Энви 85 на 14. Давайте на Творц посмотрим. 7.700 зарабатывает у нас ССФ. За 16 минут 25 секунд. 6.800 у Траксы. У него 6.700 у Тролля Варлорда. Если б не было ССФа, то Андершок еще б неплохо смотрелся. Но то, что два героя есть с обалденным фармом, это конечно факт. Биг Дэдди. Стан по двоим. Овергроус пошел у нас от Тренд протектора. Пока что не сильно, но надамажена команда Клауд Найн. Стопит здесь Андершок, а Лагуна Блейд в него. Ливинг Армор не спасает. Но Ван убегает отсюда. Спит у нас Клокверк. С добрым утром, Клокверк, просыпайся. 10.19. Блин, как же Вега сыпется. Ну и Клауда играют просто великолепно. Без ошибок практически. Да, они 10 раз умирали. Но в файтах они выглядят на голову выше своих оппонентов. 17 минут, 11 тысяч золота, 8 тысяч экспириенса. Жесть как интересно. Но я понимаю, что это избиение какое-то. И что это, не знаю, в футбол начали играть ребята, которые на 4 года старше своих оппонентов. 13 лет против 17. Конечно, это не вариант совершенно. Или даже там 12 против 9. И весовая категория не та, да и все не то. Вега не готова к Клаудам. Это видно по игре. Какая-то минус мораль, наверное, у Ташеров. Минус мораль просто, потому что ожидали, что Клаудов они понесут. А по факту Клауды прошлую игру-то за 19 минут закончили. И эту игру примерно к данному показателю ведут 12 с половиной тысяч за С9 по золоту и 10 тысяч экспириенса. Ну там 9. Пускай 9. 9-10. Небольшая разница. На 18 минуте это действительно что-то показатель, что этот критичен. Шо-то, шо-это. Это две такие. Полторы тысячи уфаты на руках после Ultimate Arba. Мека есть. У ВР-ки NoOne покупает себе Mailstrom. Ульта второго левела. Mailstrom, улталисман, фейсбутс. В ВР-ке надо что-то, чтобы как-то избегать всего того раскаста, который вливает в нее Лина. Тут БКБ, конечно, очень сильно просится. Хотя и БКБ полезен ли будет? После Найтмэра от Бэйна будет-то человека скиллом каким-то. И в основном это стан. В основном стоять надо и не перестоять. Андершока поймали. Лагуна Блейд спину. Ливинг Армор на нем. Еле-еле выживает здесь Андершок, но это до поры до времени. Вард под ноги и пошли ловить еще и здесь QWE. Овергроллс пошел от Тренд Протектора. Гонят Пашу. 10-21. Дальше идут Клауд Найн. Фуловые. Только Лагуну Блейд у нас потратил. Еще и на Хосте СФ. Но здесь QWE, наверное, отвалится. В никуда у нас последний Койл от Фаты. Бежать дальше. Бежать дальше. Ливинг Армор не спасает. Фат. Еще один удар. Все. Да это полнейшая боль для команды. Вега Сквадрон. По всей карте гоняют их Клауд Найн. Я думаю, это самая короткая Бест-Оф-3 будет со времен Интернешнл. Очень-очень-очень просто все для Ц9. Очень просто. Как будто разминка, как будто какой-то спарринг перед важным матчем. Просто вышли раскликаться. А Вега Сквадрон вроде и раскликанный. А руки попросту не позволяют реализовать свои пики. И пики вроде бы неплохие. Вроде функционал отличный. Леон, Клокверк, Трэнд Протектор в конце-то концов. Трэнд Протектор в пике. Это вообще радость в команде. Тут вообще никакой радости. Потому что Трэнд Протектор то ли пьющий, то ли еще какой. Непонятно. Короче, не реализован абсолютно. 0-4-2. У Леона 2-3. У Тролля. Мейнкерри 4-5-0. В файтах вообще не участвовал. Чтобы не умирать так особенно. ВРК 3-4-4. И Клокверк 0-6-6. Ну, вы видите, это полный аут для Вега Сквадрон. 14000 Клод Найн. По экспириенсу 12000 тоже С9. Чего Вега не хватает, в принципе. Ну, не считая пяти хороших игроков в составе команды. Вега не хватает, я думаю, какого-то подсейва от всей раскастовки Клод Найн. Не хватает исключительно БКБ на таких важных героях, как Тролль Варлорд. Кстати, у Горклаб появляется у нас у Тролля. Андершоп прекрасно все это понимает. БКБ не хватает на ВРКе. БКБ не хватает на Тролле. Точно так же, как БКБ не хватает на Леоне, Клокверке и Тренд Протекторе. Но пускай этим-то Леону и Тренд Протектору БКБ вообще не по зубам. Но ВРК и Тролль могли бы как-то позаботиться об этом. Уйти в лес, попытаться выформить. Я не говорю, что это возможно. Клауда не позволяют и географически давят у нас команду Вега Сквадрон. Но в идеале, если бы так получилось, то шанс для Вега Сквадрон появился бы. Хотя, опять же, ты покупаешь БКБ и что против Дроу Рейнджер делать? Ну хорошо, БКБ. Окей. Как быть с Дроу Рейнджер? Ноутейл высвапывает у нас Траксу, но это просто уже веселье ради. Как я понимаю, подойти поближе, как-то более яркий мув сделать. Пошла у нас ульта. Финс Грипп. Сколько тут? Финс Грипп первого левела. В любом случае, Тренд Протектору этого с головой хватит. 10-24. Защекотали до смерти. Тренд Протектор отправляется в таверну. 22 минуты сыграно. По золоту, я думаю, 15 где-то после обновления. Ну, 860 сами выиграли и 448 потеряли у нас в Вега Сквадрон. 15 тысяч сейчас и даже 16 где-то. По экспириенсу пятнашка в пользу команды Клауд Найн. Внешний тауэр только на миде. Т2 последний стоит. Заходят на хайграунд игроки команды Клауд Найн. Готовы дамажить, я так понимаю, Вега Сквадрон. Выталкивают Дроу Рейнджер. Ее сейвят, даже несмотря на то, что у дровки есть Аэгис. Дроу Рейнджер с дабл дэмэджем. 600. Нет, не 600. 500. 500 с руки у Этернал Энви. Просто подойдите. 1, 2, 3. Подкоп у нас в Этернал Энви. Высвапывают его. ДД еще действует. С руки. Один удар у нас по Трэнд Протектору. Трэнд Протектор погибает. Выживает до сих пор дровка. Ульта пошла от Фаты. Пока что один в один разменялись. Сейвят. Сейвят Дроу Рейнджер. Это просто, чтобы подсейвить дабл дэмэдж. Все, дабл дэмэдж закончился. Можно, я думаю, умирать. Можно дровки просто идти, сносить тауэры и пусть умирает. Разменять хотя бы Аэгис. А можно, в принципе, и не разменивать Аэгис, а просто пойти и кому-то навалять. Фата. Забрал все, что можно было забрать. Забрал еще и крипов. Уходят отсюда. Страшно обновлять графики. Так боюсь, как будто я в Вега Сквадрон играю или играл или топлю за них. Нет. Вега Сквадрон, да как и Клауд Найн, мне, в принципе, безразличны по вопросам, кто победит. Я тут за красивую доту. И Клауд Найн показывают красивую доту. Может, потому что они доминируют невероятным образом. Может, потому что они просто, опять же, повторюсь, играют соперником рангом ниже, чем они. Поэтому это так просто. Какой-то вид спорта, когда играешь с какими-то слабачками, там можно как-то и пофинтить, и какие-то интересные мувы выдумать. Там уже и NoTail у нас веселился. Высвапывал DrawRanger дамажущую Леона, просто чтобы дать в голову стан Леону. При том, что тот ТПА даже умудрялся не делать. Ну, это все как куражится, короче говоря, команда Клауд Найн. И пока у них все великолепно получается. 3-400 у ССФа на руках. Есть Мека, есть Манта Стайл, есть Аквила, ПТ. Фата всего предостаточно. У него 14 тысяч Нетворса. Не так-то и сильно, в принципе, отстает у нас тролль. 14 тысяч, могло быть и хуже. Но нет, БКБ. Вот, БКБ появляется у тролля Варлорда. Что-то там продал, кстати. А, Андершок, по-моему, у нас Аквила, если я не ошибаюсь, продал. Тролль Варлорд ВР-ка погибает в собственном лесу, забирает ее... Забирает ее Лина. Ну и здесь еще одно убийство. Тролль Варлорд под Ливинг Армором. Забрали Леона. У DrawRanger 4000 на руках и демеджа 300. 300 с руки под Момом. Сумасшедшая скорость атаки под Аурой Винги. 300 с руки, но тут бей не хочу просто. По Тавру, Тавр сыпется. У Тавра всего-то 1600. Да, тут 25, в принципе, дефа. Ну, фиолетово, DrawRanger. Айгис есть, и он готов разменивать его. Семечка пошла у нас DrawRanger, айгу потеряли. Ноуан влетает сюда, готов сражаться. Байбэкнулся у нас ВР-ка. Бегает Ролль Варлорд. И цеплять просто-напросто некого. Бегает Ролль Варлорд. БКБ, БКБ заканчивается. Пошел по нему Найтмэр. Ноуана должны забирать. Дровка под ультой ВР-ки. Стояла-стояла. Монту юзнула. Рассказала ВР-ке, как надо из пулемета настреливать. Все. 25 минут. Вторая игра заканчивается. Good game, well played. Поздравляем команду Cloud9. Они выходят на такой же коллективчик, как и Vega. HR. HR, которые сыграли только-только 1-1 против Vega Squadron. Команды приблизительно одинакового уровня, как мне кажется. По составу вроде HR как-то позвучнее будет. Но на данный момент уровень примерно одинаковый. Ну что, поздравляем клоудов с победой. Вот. Они выходят дальше, попадают на HR. Там уже посмотрим. Дальше следите за нашими трансляциями. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Не забывайте ставить лайки на нашем Твиче. Заходите в группу YouTube. Посмотреть воды всех матчей, которые мы отстримили. Пока что пауза на сегодня, по-моему, это финал, если я не ошибаюсь, по нашим турнирам. Ну и услышимся уже завтра. Если вдруг какие-то обновления, не забывайте заходить в ВКонтакте, смотреть группу. Как только какой наш матч, наши турниры, сразу же ворвемся. А так, пока что небольшой перерыв. Перерыв до завтра. Сильно там не переигрывайте. Нам еще смотреть серьезную профессиональную доту. Ну а вообще, меньше играйте в доту, больше читайте книг. У микрофона был друг, студия Горокам ТВ. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok